Мамина Сибиряка 52 Мамина Сибиряка 52 Привет! Как зовут? Как вас зовут? Как ваши драгоценные? Народный контроль. Пойдемте. Вы здесь с кем работаете? Чем вы занимаетесь? Здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте. А вы с кем работаете? А вы знаете, что здесь вообще происходит? Вы где работаете? Вы понимаете, где работаете? Чем тут люди занимаются? Знаете? Созданы все условия для того, чтобы люди могли получать так называемый эротический массаж в форме тех программ, которые отображены на сайте. То есть клиент приходит, смотрит девушек. Девушка приглашает клиента в эту комнату. Здесь у нас все это и происходит. А вы чем занимаетесь, девчонки? Занимаетесь пропагандой? Да. Запрещенных услуг. Рекламируете их на сайте. Можете дать какие-то комментарии по этому поводу? Кто вас удовольствием на работу? Чем тут занимаетесь? Ну, чем у нас бутик-отель? Бутик-отель. Красивое название. Раньше было харизма, теперь бутик-отель. Одно от другого далеко-то не ушло. Судя по тем программам, которые у вас отображены на сайте, есть полная наглядная информация, которая свидетельствует, что идет оказание конкретных активных услуг в форме сексуального характера. У нас очень много интересных роликов на эту тему. Мы ведем активную работу, которая направлена на искоренение вот этого зла, так называемого, да, которая вот буквально захлестнула наш город. На нашем счету уже не один десяток закрытых таких салонов. Мы знаем, что у вас есть еще мускус в Энегине. Здесь у вас была Раньше Харизма, теперь вы переименовали свое заведение в так называемый клуб-отель. Ну, это как бы название ничего не меняет. По сути дела, концепция у вас, она одна, она не меняется. Здравствуйте, это общественная организация «Народный контроль». Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у вас кто занимается редкими площадями в этом отеле? Вот на втором этаже у вас находится бутик-отель. Был электрический массажный салон Харизма. Сейчас там бутик-отель. Ну, там люди ходят, ну, как бы, оказывают услуги интимного характера. Мы просто этой проблемой занимаемся уже не один год. К нам люди вращаются с жалобой, что здесь происходит аморальное действие, оказывают интимные услуги. И люди этим недовольны, как бы, пишут жалобы о нашей организации. Мы, соответственно, поднимаем этот вопрос и хотим, как бы, чтобы эта деятельность была пресечной и переосновленная. Тем более, что уже два отдела ООН уже возбуждены на них. Там уже суда довели, несмотря на это, они продолжают свою законную деятельность. А у вас управляющие или кто-то, который занимается этими вопросами? Нет, никто на месте, да? Ну, просто мы, как общественники, доводим до вас информацию, что вы были в курсе, как люди, которые имеют непосредственное дело с посетителями, что на втором этаже, вот именно в 200, какой-то, ну, вот, короче, понимаете, да, где это находится? Да, чтобы вы имели видео, чтобы вы довели до вашего руководства, чтобы они принимали какие-то меры. Потому что этому будет придан общественный резонанс. Нет, мы просто будем придать общественный резонанс, мы это будем размещать на наших платформах, на наших площадках. Нет, у меня только не нужно. Все, ладно, ну, думаю, информацию довели, ваше дело послушать, наше дело вам, вас предупредить. Спасибо, до свидания. Мы сегодня подошли к сотрудникам частной охранной организации, провели беседу с сотрудниками ЧОП, провели беседу с сотрудниками рецепции, и объяснили, что в этом здании идет нарушение действующего закона, проинформировали их об этом, дали разъяснение по поводу того, что вот эти действия, они являются противозаконными и могут нести уголовную правовую ответственность. Общественники повторно направят информацию в полицию, повторно направят информацию в прокуратуру города Килинбурга, чтобы принимались меры, направлены на то, чтобы эту незаконную деятельность закрыть и приостановить.